Приветствую! Как принять наследство, если человек находится за границей? Мы имеем в виду тот человек, который принимает наследство, уже выехал из Украины и теперь хочет принять наследство, которое ему, собственно говоря, досталось в Украине. Как это можно сделать? Ну, естественно, можно приехать в Украину и обратиться к нотариусу, но это не самый простой способ. Мы же поговорим о том способе, о тех способах, которые позволяют принять наследство, не приезжая в Украину. И, по сути, есть два таких способа. Способ номер один. Обратиться к нотариусу, к местному нотариусу. Придя к нотариусу, вы должны написать заявление о принятии наследства. И на этом заявлении нотариус должен, соответственно, заверить вашу подпись. Собственно говоря, зачем мы идем к нотариусу? Он должен заверить вашу подпись. Далее. Эту доверенность нужно перевести на украинский язык. Доверенность должна быть, как правило, заверена апостилем еще. После этого данную доверенность вы отправляете в Украину нотариусу по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является место проживания умершего. Это первый способ. Какие его недостатки? Недостатки в том, что может так случиться, ну вот, может все, что угодно случиться, и нотариусу в Украине может не понравиться это заявление. То заявление, которое оформил вам, помог составить нотариус в стране пребывания. И, соответственно, ну, собственно говоря, такое заявление не будет принято к рассмотрению. Может быть такая ситуация. Также, естественно, здесь вопрос стоимости услуг, да, потому что нужно оплатить заверение подписи и нужно оплатить перевод. Есть второй способ. Он с одной стороны несколько проще, с другой стороны даже сложнее. Второй способ это обратиться в консульство, либо в посольство Украины в той стране, в которой вы пребываете. Там вам также нужно оформить заявление на принятие наследства. При этом вашу подпись заверит консульство, доверенность уже будет написана на украинском языке. Ой, не доверенность, прошу прощения, а заявление будет написано на украинском языке. И, соответственно, никакого перевода не нужно, никакого апостиля уже не нужно. После этого данное заявление вы также отправляете нотариусу по месту открытия наследства. И при этом здесь уже не может никаких быть проблем, чтобы нотариус не принял эту заяву. Поскольку консульство оформляет ее таким образом, что данное заявление соответствует всем требованиям украинского законодательства. И, соответственно, проблем с его признанием не возникает. Какой минус этого способа? Минус заключается в том, что консульство может не быть в том населенном пункте, в котором вы находитесь. Поскольку, как мы понимаем, количество консульств в странах пребывания нашего, оно очень маленькое. И может так случиться, что для того, чтобы попасть в консульство, вам нужно проехать там 300-400 километров. Плюс в консульство нужно записаться, то есть прием по очереди. При этом, как мы понимаем, сейчас наплыв посетителей в консульстве очень большой. И может так случиться, что вы, захотев обратиться в консульство сейчас, попадете в очередь там реально через месяц, через полтора, а может даже и два. В зависимости уже от страны конкретной и от загруженности конкретного консульства. Друзья, подводя итог, как мы видим, есть два способа принятия наследства, если мы находимся за границей. Либо через нотариуса, либо через консульство мы пишем заяву на принятие наследства и отправляем ее, соответственно, нотариусу по месту открытия наследства. Имейте в виду, что ваше пребывание за границей на сегодняшний день не является уважительной причиной для пропуска срока принятия, вернее для восстановления срока принятия наследства. И если вы пропустите этот срок, то, соответственно, тот факт, что вы были за границей, не является основанием для восстановления срока и восстановления вашего права на принятие наследства. Имейте это в виду. При этом, конечно же, нужно помнить, что поскольку сейчас военное положение, то сроки принятия наследства, они продлены на весь период военного положения. На этом все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Если вы считаете, что данное видео полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и, конечно же, поставьте колокольчик. И подпишитесь на телеграм-канал, чтобы всегда получать уведомления о новых видео. Я же вам желаю удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!